Меня зовут Фан Хербст. Я занимаюсь скульптурой. Для меня быть художником — это в первую очередь думать, потом смотреть, а в третьем — делать. Это каждый день пытаться понять чуть больше, осознать что-то новое, смотреть на довольно-таки обыденные вещи, немножко по другим уклонам. Изначально это была идея «Курлаки на Рублевке». Я хотел делать таких рабочих, а потом как-то это все переросло в постапокалипс. Серия работ, их там около десяти. Разные, как бы, такие сюжеты. С металлоискателем он ищет артефакты какие-то, а этот чувак — он исследователь, то есть ему нужен большой запас воды, чтобы расстояние определенное проходить. Как караван такой. Есть определенные нечтечные такие вставки, которые делают там мини-иконостасы, которые я везде цепляю обычно. Люди очень потребительски относятся к ресурсу, и то, что рано или поздно планета может их наказать за это. Будет выглядеть довольно печально, как вот дети. Через искусство можно оставить себя навсегда. Большую часть своих работ вижу в бронзе. То есть, если когда это там увижу, что работа может прикольно выглядеть в пластике, то можно и попробовать из него сделать. Но бронза меня больше привлекает, потому что, во-первых, это навсегда, а пластик, сколько у него срок жизни, так сказать, ну, лет триста-четыреста, и все. Потом распад. Бронза — это вечность. Блин, на камеру рисовалось искусственное рисование. Это хороший рисунок. Убедительно получилось на камеру сделать. Можно еще так добавить. Да, вдохновила. Военная техника российская. Особенно тополь или ярс. Да нет, там все намного проще. Мне просто педагог сказал, что если я не слеплю на военную тему, что-то меня отчислят. Вот. И я решил слепить военную технику. В итоге получили большие члены. Я сначала закончил художественный лицей в Махлорах, а потом поступил в Магихе имени Сурикова. Но в Магихе имени Сурикова я не учился. Пребывал там шесть лет и пытался оттуда не вылить. Суриковка — это отголосок такого постсоветского пространства, где ничего не изменилось. То есть там, как было 40 лет назад, так и осталась абсолютно такая же система. Изначально это же политика все, монументальная пропаганда. И так же она сохранилась и сейчас. И просто идолы поменялись. А все решения остались те же. Художник — это творец. Это человек, который не пародирует природу, а принимает какие-то ништячки от природы, через себя их пропускает и выдает как бы свое что-то. А есть просто ремесленники. То есть люди, которые получили определенный навык, как правильно слепить портрет, либо как правильно слепить ростовку. И они отвечают, что мы художники. Хотя они просто берут и занимаются плагиатом. Делают копию того, что они всегда сделают хуже, чем природа. Вообще художником, в первую очередь, он такая-то довольно-таки мерзкая, эгоистичная натура, по большому счету. Я делаю для себя все, то есть. Настоящее искусство, мне кажется, рождается в подвале через какие-то непонимания, через какую-то борьбу. Минейка работ «Чернозем», она вылезла у меня из серии «Биологические инкубаторы», вот. То есть вот одна из работ семья, из которого вылетают младенцы в разные стороны. Люди заводят детей, а потом как бы просто они никому не нужны, и все, и сами по себе. Это больше рефлексия на детство, скорее, свое, как бы, как я это воспринимаю сейчас, что было, и как бы выражаю это вот так вот. Мы в ответе за тех, кого мы делаем. Это просто эскизы. У меня сейчас будет защита диплома. Я хочу сделать такой вот подсолнух гигантский, из него как бы вылетают тоже младенцы там. И основание подсолнуха ведержатых матрешек таких, переплетающихся. Продолжение той же темы семечек тоже, то есть, там, такие семена, то есть, там, тоже с такими детьми, то есть, там, как капсулы прям вылетают отсюда. Я, моя сестра и мой брат, у вас тоже такой батарейки. Здесь может быть ваша реклама. Серия тоже работ. В карантине, когда один очень интересный человек проехал с определенными атрибутами по Садовому кольцу и на вертолете еще полетел, вот, и мне пришла в голову идея сделать таких социальных иисусов, то есть, там, их три в разных респираторах, то есть, там, в зависимости от статуса у тебя, короче, маска. Социальные ступени. Нет, покруче респиратор. Я этого не буду говорить. Да, мы русский, с нами бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова